Эти парни погибли в первой в мире битве броненосных кораблей. 9 марта 1862 года в ходе гражданской войны в США на воде встретились два броненосных корабля. Эта битва начала эру новых военно-морских сражений, когда деревянные парусники сменились металлическими пароходами. Затяжная битва показала явные преимущества нового типа кораблей – броненосцев, способных выдержать многочисленные попадания. Ядра просто отлетали от железных корпусов, оставляя на них только вмятины и царапины. Бой длился три часа, и в конечном итоге оба корабля с измотанными экипажами решили отступить из-за приближающегося отлива. Монитор имел любопытную конструкцию. У него была башня с двумя 11-дюймовыми пушками. Поворотный механизм башни имел паровой привод. Высота бортов была всего 60 сантиметров. Это и стало причиной гибели судна 29 декабря того же года, во время шторма. Погибло 16 человек. В 2001 году башня и двигатель судна были подняты. В башне обнаружились останки двух матросов, реконструкции лица которых вы сейчас видите у себя на экране.